Случай в бане В оздоровлении я уже где-то около 40 лет И уже за это время я кое-чему научился по внешним признакам, по рассказам людей, судить что там с ними происходит И вот в бане произошел такой случай Даже два случая Где-то примерно лет 10 назад мы со знакомым купались в бане и я на ноге у него увидел такую, знаете на голени родинку, которая напоминала ягоду тютины я ему сказал, мне эта родинка не нравится но она ничего не болела, ничего не это и все время она болела и вот через некоторое время как раз она дала о себе знать раком кожи и человека не стало ко мне обратился человек примерно моего возраста и говорит вот что тут такое со мной там происходит у меня на голени вот здесь вот чешется вот что-то там такое чешется а до этого, до этого болела под коленкой болела под коленкой потом боль прошла вот а вот это вот чесание я посмотрел а у него еще на ногах грибковые ногти вот я ему говорю значит что тут произошло что тут произошло ну и не стал рассказывать что дальше ему ожидать а посоветовал что делать что значит произошло грибок по лимфатической системе добрался до подколенных лимфатических узлов и значит естественно лимфатическая система с ними боролась но всему свои усилия потихонечку значит грибки этот лимфатический узел они захватили то есть поразили еще разок я хочу вам сказать грибок с помощью вот этих вот тоненьких вы видели плесень вот эти вот тоненькие ниточки они с помощью них вернее грибок прорастает по всему организму и прорастает по всему организму естественно он идет в лимфатический узел появляется вот это сплетение вот этих вот нитей как от плесени да и лимфатический узел перестает нормально работать то есть перестает нормально пропускать лимфу сначала он естественно поболит а дальше он выходит из строя а лимфата надо куда-то оттекать она начинает у него оттекать через ну другие протоки и когда она значит оттекает и задерживается вот в этих местах человеку хочется для того чтобы улучшить проток почесать это место и вот он как раз сказал вот это место у него чешется значит вы улучшаете отток лимфы вот но тем не менее лимфатический узел у вас поражен гремок на ногах имеется и просто идет дальнейшее захват организма этой грибницей поэтому чтобы как-то это все предупредить противостоять этому вы можете использовать соду пищевую соду я рассказал как это сделать натощак именно натощак берете чайную ложечку пищевой соды полстакана кипятка полстакана это 100 грамм крутого кипятка значит туда выкладываете эту соду происходит реакция гашения этой соды то есть шипение далее добавляете еще 100 грамм воды холодной кипяченой питьевой и это все пьете утром натощак и это сода естественно пошла по всему организму а грибок не любит особенно соду и тогда каждый день все это дело делаете и придерживаете хотя бы развитие этого грибка если вы это эту процедуру будете делать во время во время еды после еды то что получится щелочь будет вступать в реакцию с кислотой желудка и испортит вам желудок поэтому эта процедура делается только утром натощак раз в день натощак в течение дня желательно ее не делать чтобы не повредить своему желудку потому что все равно после питания или во время питания остается кислое содержимое вы его гасите и получается нехорошие вещи о которых потом идут отзывы вот сода мне испортила желудок тогда сода будет работать нормально именно она должна быть гашеной все разобрали этот случай так